Особое мнение на 101FM Первый зампред губернатора Александра Чурин рассказал, поделился, что собираются сделать. Во-первых, он повод обозначил, почему собирается встречаться с налоговой службой. Потому что уже даже резиденты особой территориальной зоны, социально-экономического развития в Вязких Полянах сообщают о повышенном внимании налоговых органов. То есть те самые резиденты, которым обещаны были льготные периоды и прочее, которые заманивали этими льготами, они жалуются. Что говорит Чурин? В ближайшее время мы проведем расширенную встречу с представителями контрольно-надзорных органов региона, в том числе ФНС по Кировской области. «Нам важно удержать тонкую грань между соблюдением законодательства и обеспечением условий для бизнеса». Это вообще реально сделать? Ну, во-первых, я рад, что этой темой озадачился Александр Анатольевич Чурин. Ну, это на самом деле он, конечно же, цитилит Игоря Васильева и говорит, что с подачи губернатора... Я понимаю, нет, очень важно. Я всегда смотрю, кто возглавляет какое-то направление работы. Во-первых, он сам бизнесмен, он сам испытал все как бы тяготы, условно говоря, занятия бизнесом в России. То есть он поднял завод «Сельмаш», я не побоюсь этого слова, несмотря ни на что там. Сейчас пытается как бы реанимировать завод 1 мая. И он все знает по наслышке, то есть он и не малый бизнес, и средний, он более крупный такой бизнес для региона. И, соответственно, он как бы знает все нюансы. Здесь то, что эта проблема лежит, возвращение наших вот этих резидентов обратно в налоговую, в налоговую платеж сюда, в регион, это важная. Это как бы задача сегодня регионального политика и регионального правительства. Хочу сказать, что она не простая задача. Эта задача, вы знаете, такая, вот я тоже об этом давно думал, и вот чтобы предложить, вот чтобы предложить, чтобы люди возвращались обратно. И почему многие люди ушли отсюда? Ну, это там несколько. Первое, конечно, наверное, экономическое. А второе, у нас многие годы, я считаю, последние лет 10, особенно фон политический, он был несправедлив. А бизнес, он чутко реагирует на это. Сегодня, разговаривая там со многими представителями бизнесмены, я лично знакомый, общаюсь, они мне как бы постоянно задают вопросы, говорят, ну когда закончится коррупция, да надоели эти уже. Вот сегодня политика, которая ведется на городском уровне и на региональном, по крайней мере, велась при Никите Юрьевич Белых, она была несправедлива. То есть о чем мы говорим? Очень много отдавалось пермикам. А местный бизнес оставался как бы в стороне, это все, все это было очевидно, и это влияло на фон. И сегодня вот новой власти, правительству и области и администрации города необходимо прежде всего, как-то мы тогда, Игорь Владимирович Васильев, когда был на выборах главы города, я в своем выступлении сказал, что нужно поменять, выработать понятное правило игры. Он не понял этого термина. А правило игры, вот есть законодательство, но оно не выполняется. И правило игры, да. Давайте, ребята, мы прежде всего, и это нужно во главу угла поставить, мы приоритеты отдаем местному бизнесу. Почему? Вопрос очень, он прост. Ведь мы больше вкладываемся в своих собственных детей, правильно? Ну, погодите, а если, хорошо, а если будет обратная ситуация, когда к нам начнут заходить бизнесы из других регионов, но регистрироваться здесь и платить налоги здесь, мы что, будем их пинками, что ли, выгонять? Ну, вот смотрите, какая ситуация. Что такое наш бизнес? Кто такие наши? Бизнес, который здесь работает, прежде всего, это не обязательно, это не национальный, это по месту регистрации, и он здесь платит налоги и, самое главное, выполняет какую-то социальную нагрузку, особенно относится к крупному бизнесу. Итак, здесь работает, здесь платит налоги, выполняет социальную нагрузку. Вот посмотрите, например, у нас есть Лукойл, первый нефтепродукт, да, есть там Чепецкое движение, мы знаем, что у них сегодня есть нормальные обороты, а какую социальную нагрузку они несут? Или, например, Магнит, Пятерочка, у них колоссальные обороты. Они в некоторой степени повлияли на то, что наши местные сельхозпроизводители, которые достаточно, это наша гордость, страдают от того, что они не могут попасть на сети и, соответственно, в своем собственном регионе получить доступ к покупателям. Поэтому с ними нужно работать, это нормальная работа правительства региональной. Я прошу прощения, это немножечко, мне кажется, это касается, конечно же, той темы, которую я хочу, чтобы вы прокомментировали, но, тем не менее, жалуются предприниматели именно на повышенное внимание налоговых органов. Больше того, скажу, в материале бизнес-новостей, который называется «Крик предпринимателя, почему продолжает кошмарить бизнес», там директор Стиплекса в Вятских полянах, Вячеслав Царюк, он как раз говорил, что непосильная нагрузка налоговая не только в Кировской области, в России, но в Кировской области в особенности. И когда мы, и вы сами рассказывали, когда говорили о том, почему у нас убегают и перерегистрируются компании и фирмы, говорили как раз о том, что очень тяжелая ситуация с налоговой в Кирове. Нет, вы знаете, я в 1998 году учился в Германии, по президентской программе почти 10 месяцев там находился. Я сделал работу, сравнительный анализ налогообложения в сфере предпринимательства на тот момент, правда, в России и в Германии. Я вам хочу сказать, по сравнению с Германией, там пресс в десятки раз больше, то, что было положено на бизнес, там намного тяжелее. Я считаю, все-таки проблемой первой, это не справедливость, которая в политике. Коррупцию вы назвали. Да, это часть. Тут еще, знаете, как одновременно не только коррупция, но когда не стараются заботиться о развитии бизнеса, понимаете, пытаются, знаете, говорят, доят как, то есть они хотят доить бизнес, но не слушать даже, даже не выслушивать о том, что у них наболело. На самом деле, это та курочка, которая несет золотые яйца. И поэтому вот этого диалога нет, этого контакта нет, бизнес плывет сам по себе, я уже говорил. Правительство до этого, у Никиты Ильича особенно, за что его критиковал, оно плывет в своей стороне. А сейчас как оно плывет? А сейчас, вы знаете, с приходом Игоря Владимирович, да, вот я не одобряю однозначно, когда, знаете, нам опять притащили варягов с других регионов. Я не против, я не разделяю, это тоже граждане России, но я знаю, что есть местные люди, и они, как правило, почему-то... Да нет их, нет их, Владимир Вениаминович, кроме вас вообще никто не проявляет себя, никак. Нет, погодите, вот, знаете, Светлана, у нас на Вятке есть проблема, знаете, какая? Я каждый раз вам здесь этот вопрос задаю, назовите фамилии. Когда вы называете одного-двух, они никуда не ходят. Вспомните Сураева, который вас возглавлял, и шел там, он говорит, я возглавлю Думу. Бац, выиграла справедливая Россия, он прошел, но Думу не возглавил. Нет, погодите, мы говорили о том, что если оппозиция наберет больше голосов, и будет депутатский корпус, который позволит Василию Купрянычу выбрать, нам не хватило идти голосов. Но мы-то, когда его слушали, просто воспринимали его слава. Мы хотели Василия Купряныча в голове. Я хочу сказать, вы знаете... Хотя Елену Васильевну нежно любим. И я рада, что женщина сейчас у вас. Ну, я тоже этому рад, но Василию Купрянычу, значит, это было бы более... Нет претензий к Василию Купрянычу. Есть вопросы к местным кадрам, которых вы говорите. Я вот что-то не вижу эту... Вы знаете, я могу называть... Вот у меня сейчас... Вот если там меня слышит Илья Вячеславович или Игорь Владимирович, у меня есть пара десятков людей местных, которые не хуже... Вот у меня есть кандидатура на пост министра спорта, есть кандидатура на министра образования. Назовите, это вакантные должности все еще. Вы знаете, во-первых, я без этих людей, без этих людей не имею права назвать. Те, которые вот... А на каком основании тогда вы их как кандидатов воспринимаете? Ну, во-первых, спортивная общественность обсуждает эту тему. Я как бы общаюсь с... Выдвините, выдвините. Выдвинем, вот мы сейчас ведем... Ваше особое мнение, кто? Ведем речь. О ком? Мое особое мнение, я не могу без этого человека, без разрешения. Он может отказаться, он же не обязан после ваших слов куда-то идти. Нет, нет, он человек с характером. Ну, кто, например, образование мог бы возглавить? Это очень проблемная зона. Ну, во-первых, ну, я знаю, что Михаил Васильевич, вот, понимаете, одно дело руководить школой, другое дело иметь стратегию сегодня. Сегодня, наверное, даже здесь, над министерством, должен быть хозяйственник, стратегический, мыслящий, знающий, что такое государство, как оно строится. Одно дело строить школу, другую систему строить целую отрасль. И кто этот человек? В том числе образования. Ну, наверное, я тоже знаю спиток людей, которые могли бы... Это хозяйственники. Это, возможно, директора заводов. Почему так? Потому что это прежде сегодня нуждается вот образование и медицина. Кто же пойдет с директора завода возглавлять министерство образования в проблемном регионе? Но давайте не забывать, кто у нас Илья Вячеславович Шульгин? Он один из замов директора. Есть замы директоров. У нас есть прекрасные заводы, мощные. И там, вы знаете, можно даже пару десятков. Я даже на губернатора прекрасно мог бы справиться там... Кто? Мамаев Геннадий Александрович, завод Лепся, например. Мог бы быть губернатором. Василий Куприянович Сураев. Мог бы стать там... Ну, а в Сергея Алексеевич завод Маяк. Эдуард Строитель. Да, Носков. То есть, понимаете, у нас есть... И это я только так вот по поверхности. Потому что нам нужны люди, которые, во-первых, работали первыми лицами и могут добиваться результата. Тем более, почему важно, что человек местный был? Он людей любит, понимаете? По-другому относится. И здесь мы должны связаться. Знаю, это особенность нашего вязкого менталитета. С нашим вопросом про налоговую и бизнес. Вы считаете, что это тоже одна из причин, что возглавляется профильное министерство людей, которые местный бизнес не знают, стратегически, может, и поэтому не мыслят. Чаяния выслушивать не успевают, потому что короткий период времени здесь находится. И контакты наладить тоже не успевают. Во-первых, к нам притащили, понимаете, людей. Ну, пригласили, так скажем. Притащили. Ну, притащили, да. Потому что без нашего согласия, я так считаю, знаете, да. Вот я общался со многими. Неплохие ребята. Но я знаю, у нас кировчан, по крайней мере, не хуже. Десяток, два, три они есть. Да, но не называют Журавлев их фамилий. Мы сейчас прервемся на полминуты. Если бы я был готов, я готов созвониться с ними и получить разрешение. Вот, у вас есть полминуты. Позвоните, Владимир Вениаминович. Мы вернемся в студию через 30 секунд. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И это «Особое мнение» Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, ну, чтобы закрыть уже тему про налоговую бизнес, которую мы с вами обсуждали до перерыва, скажите, вот эта встреча, которая намечается между налоговой и правительством, она к чему может привести? Потому что вот налоговая пишет сегодня буквально на портале «Бизнес-новости». Она достаточно резко отреагировала на материалы про «Кошмарить бизнес» и пишет, что они действуют на законных основаниях, и у них все в открытом доступе, и это абсолютно понятно. То есть, с одной стороны, с налоговой требуют собрать денег нам в бюджет, который вот такой вот у нас бюджет, это он должен быть, да, профицитным уже в следующем году, а это на работу налоговой наполнять его. С другой стороны, бизнесмены говорят, что их уже придушили на даже самый мелкий бизнес, не то, что Крупняк там перевел свои активы, да, и как вот эту грань, о которой говорит Чурин, вообще реально соблюсти? В двух фразах, если можно. Вот можно я расскажу, да, кратенько, вот лично мое мнение. Я вот, например, у меня нет претензий к налоговой инспекции, у меня достаточно много крупных производственных предприятий, у меня нет претензий, да, она строго, она проверяет, и всегда вот если идут какие-то, говорят, слушай, тебя проверяют, я говорю, да, проверяли, трясли, никакого нет, у меня там нет знакомства в налоговой, я никогда этим как бы не пользовался и не заводил даже. Если ты ведешь бизнес технически, финансово грамотно, то и честно, то вопросов никаких не возникает. Второй момент, все-таки я считаю, что основной причиной, но это мое мнение, кто-то может не согласиться, это прежде всего то, что прижала экономическая ситуация, которая сложилась у нас в стране, ну и в мире, в частности, и в регионе. Ну и самое главное, вот, извините, это как бы так вот обидно, это звучит, но это вот в воздухе витает то, что власти наплевать на бизнес, понимаете, не проводится никаких форумов, не спрашивают тебя. Не с налоговой надо властям встречаться, а с бизнесменами. То есть вот я хочу заступиться за налоговую в данном случае, у нас нормально, честно, налоговая, она у нас не берет взяток, понимаете, вот как я знаю, что в других регионах. Есть, конечно, один может быть недостаток, но опять же, по закону она не обязана это делать. Например, чаще подсказывать бизнесу, особенно правильному бизнесу, у которого не хватает экспертных экспертов, например, для того, чтобы правильно проконсультироваться, вот этого, наверное, нет, но это небольшой недостаток. Самая главная претензия к власти, которая не активизирует, не объединяет, говорит, да, трудно, я вас понимаю. Это, знаете, например, когда министр должен просто объехать предприятие. Вот я возьму нашего министра Корочкова Алексея Алексеевича. У нас, по-моему, 14 молокозаводов всего лишь, ну и там с десяток мясокомбинатов. Он не на всех даже побывал. Столько лет прошло, он 13-й год, вот если мне не изменяет память, глава министерства и не идет. Вот, например, и некоторые заводы никогда не получали ни дотации ничего. На нужных заводах он бывает. Ну, на нужных-то я это знаю. Те, которые субсидии получают, он контролирует четко. И к вопросу, да, и мы четко в сельском хозяйстве, у нас сотни миллионов идут в одну структуру, понимаете, одним и тем же людям многим лет, в том числе по городскому бюджету. Мы с 2014 года сделали программу поддержки сельского хозяйства, и туда по 300, по 200, в этом году 165 миллионов, и получать ли все одни и те же. Если сейчас вот, а мы сейчас планируем вот это все вскрыть, на областном уровне, я знаю, Чурин Александр занимается, и вот мы на городском смотрим, это одни и те же люди, мне кажется, одни и те же программы, просто там закупка одного и того же оборудования просто повторяется. Если это будет, будет уголовное дело. А там подоплеки к этому есть. То есть вы будете копать в Министерство сельского хозяйства? Я, у меня нет конкретно против, мое личное мнение, Алексей Алексеевич, не соответствует должности министра, потому что за 13 лет там, по сведениям даже официальным, там больше ста колхозов просто прекратили существование, и ничего, и фермерские хозяйства, условно говоря, на этом не появились. Была принята глупейшая, я в моем понимании, позиция совместная, может быть, там с Никитой Юрьевичем Белых, Белых, что помогать только крупным хозяйствам, которые успешны. И вы знаете, какие-то миллионы были ввалены в 10-15 хозяйств, которые есть, а все остальные были брошены. Вот у меня, например, тоже есть сельские хозяйства. Да кто бы нам хоть чего-то дал, какую-то мы программу попали по развитию. Если вы говорите, что мы не обращались, так обращались. Мало того, вот знаете, даже вот я выскажу такой момент, он имеет, вот проводится День сельского хозяйства, да, ну, не всем молокозаводам, например, Котельницкому молокозаводу от Алексея Алексеевича, от министерства не пришло приглашение на, хотя мы достаточно заметно, и налогоплательщик, и все остальное. Ну вот, понимаете, такая, мне кажется, это какая-то, ну вот, не знаю, не хочу называть каким-то словом, но мне это не нравится. Я считаю, что этот человек должен просто уйти, потому что у него нет программы развития. Посмотрите программу развития на сайте области, если нам говорят, есть, да ее нет. Даже в тезисной нет. Котельчков должен уйти, по вашему мнению. Однозначно, притом, давно, и мало того, мне кажется, он там обеспечивает вот пиление вот этих всех федеральных средств, каких-то областных, притом в интересах, вот давайте посмотрим статистику. Вот у меня вопрос там к Чудину Александру Анатольевичу, к Игорю Владимировичу, вскройте, посмотрите статистику, куда деньги уходят. Все в одни и те же структуры. Поэтому мы не видим нормального развития. Я правильно вас поняла, Владимир Вениаминович, что вы прежде всего, то есть несколько претензий к Котельчкову от министра сельского хозяйства у вас есть. Это, во-первых, вы не видите стратегии развития сельского хозяйства Кировской области. Ее просто нет программы развития. Без программы, если вы мне скажете, а мы что-то делаем. Ну, программу на самом деле, как опорную озвучивали, и там совершенно верно, вы сказали, что там в стратегии это развитие молочного животноводства Кировской области и указано несколько конкретных хозяйств, куда и на что пойдут деньги. Но вы справедливо заметили, что мы не слышим и не видим, а что будет с малыми предприятиями и что будет с фермеровскими хозяйствами. Потому что вы не первые здесь говорите о том, что фермеров бросили. Фермеры приходили в нашу студию, которая занимается мясным животноводством. Их несколько лет назад, во времена же Котельчкова, стимулировали на то, чтобы они покупали дорогие породы коров, которые дают мраморное мясо. Они затарились этими коровами, стада развелись, а субсидии бросили им поступать. То есть с этого года они не поступают, и на следующий год тоже не заложены. Порядка 10 хозяйств в этом году закрылось. И все, что мы вкладывали в эту мясную отрасль, она через какое-то время просто их под нож... То есть вопрос ни перепрофилирования, ни поддержки вообще никак не разбирается. Или разбирается? Вы слышали об этом? Нет. Вы знаете, для того, чтобы руководить сельским хозяйством, необходимо определенно создание дорожной карты. То есть в регионе у нас в районах не хватает экспертов, бухгалтеров, финансистов, ветеринаров. Нужно создавать экспертные группы, которые могли бы консультировать. Из-за этого мы не можем применять некоторые там вопросы. Приходят даже какие-то деньги, какие-то дотации из федерального бюджета, но они не решают главную вопрос. Мы не знаем, как они тратятся. Слушайте, это на самом деле такое резкое достаточное заявление. Вы сказали, что Котличков должен уйти. Давайте резюмируйте тогда своими словами, а не моими. Каковы основные причины того, что он не соответствует своей должности? Во-первых, за годы его правления у нас... Есть такие сведения у коммунистов. Я видел, что больше 160 колхозов просто исчезло с карты. Вы понимаете, что такое колхоз в районе? Если исчез колхоз, то исчезло и село. Вы согласны с этим? А это развитие территории. Второй момент. Нет просто программы, куда идем, зачем. Он нам говорит, что у нас дебетовое молоко, то есть молока производится больше, чем перерабатывается, ну потребляется, условно говоря, в регионе. Ну так погодите, а что вы для этого сделали? Я знаю, что хозяйство и дальше продолжает развиваться, потому что сегодня сложилась последние 3-4 года положительная конъюнктура на молочном рынке. И сегодня все хозяйства наращивают поголовье стада. Но что мы будем делать завтра? Вы знаете, что произойдет? Вот еще год-два, и уже сегодня избыток молока даже растет. А потребление в регионе, а у нас в основном молочные комбинаты, в отличие там, ну, из-за исключения вятушки, оно находится. Они сбыт в своем регионе производят. И чтобы уходить в другой регион, ну, для этого нужна другая стратегия, другая поддержка, в том числе и области. Попробуйте, кстати, зайти в Татарстан, попробуйте зайти в Пермский край с молочной. Мы неоднократно пробовали. Там просто протекционизм. И чужаков там не жгут. Угроза перепроизводства молока. Она существует. И тогда после этого, знаете, маленькие хозяйства, а молокозаводы просто начнут отказываться от них, переработчики, из-за того, что они не могут больше продавать молока. Маленькие хозяйства снова будут схлопываться. Вот эту ситуацию нужно поддерживать. Если скажут, зачем поддерживать, да потому что, если не будет какого-то хозяйства, пусть даже ли фермерского хозяйства в районе, вы знаете, деревня вымирает, закрывается. Нам нужна эта проблема социальная. О людях-то кто-то должен думать, должно думать государство. У Котлячкова ни разу не было какой-то программы-стратегии, учитывающей, а что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет. А откуда будем брать трудовые ресурсы, а в какую сторону идти. Понимаете, одному председателю колхоза в сегодняшней стратегии, даже сегодня наше всеуспешное хозяйство Куменского района, например, и там есть там в Котельнище хозяйство, там еще где-то крупное, они через какое-то время не застрахованы от того, что они начнут тоже загибаться. Почему? А что в районах-то говорят? А в районах ничего не говорят. Вы знаете, у нас, к сожалению, сегодня есть кадровый голод. Мы не можем нормальный глав поселковых и районов выбрать. Муниципалитеты обезглавлены, районы обезглавлены. Да, есть кадровая проблема. Умные люди уезжают, к сожалению. У нас сегодня территория пустеет, особенно в районах. У нас, не забывайте, 32 района, и нужно по каждому создавать программу. А их создавать некому. А у людей в головах, вот я считаю, что министр, это сегодня на стыке. Это, ну пусть не кандидат наук, но у него должно в совете быть несколько кандидатов, может быть, докторов наук, которые в этой сфере работают, понимаете, с привлечением политеха, сельхозакадемии. Вот, понимаете, если брать финансовую сторону, там, какую-то сельскохозяйственную, нам необходимо, вот если мы делаем молочная промышленность, она у нас стратегическая, правильная, она может нас кормить, как нефтяная, как нефтегазовая, например, Тюменская область. Но для этого нужна работа, как минимум, десятилетняя, планово выстроена, а сегодня близко нет. Посмотрите, плана развития области нет в цифрах, сколько хозяйств, куда идут трудовые, где будем брать кадры трудовые. Есть вакханалии, есть, понимаете, болото, которое не двигается ни влево, ни вправо. А этот человек продолжает работать. Плюс к нему есть, у нас есть такая вещь, ну, я еще много говорю, негативных вещей, которые... Еще одна минута до перерыва. ...в регионе, которые существуют, а есть совсем некрасивые вещи. Какие некрасивые вещи? Ну, есть определенные приписки, в каком плане. Вы знаете, что у нас отчетность немножко нарушена. Несколько лет назад, когда область приняла решение за высший сорт молока добавлять каждому колхозу полтора рубля. Помните, я говорил, в Татарстане эта сумма где-то порядка 6,86-90. В Удмуртии 4,40-4,60. И в Мариэл тоже самое, где-то 4,40-4,50. Вот такая сумма. Ну, по соседям, по нашим. У нас всего полтора, то есть мы уже в неравных условиях. Почему к нам едут осенью из Татарстана, с Удмуртии, с Мариэл, скупают молоко? Потому что у них есть дотация, она позволяет в рынке держаться. Но граница, например, Кировской области, Мариэл, и Удмуртии, и Татарстана наряда. То есть мы получаемся в неравных условиях. То есть татарские, например, фермеры, татарское хозяйство, оно более, из Татарстана, оно более получается в экономическом положении. Регионы, как известно, в России вообще очень неравные. Если мы сами не можем до этой же степени поднимать, у нас бюджет не такой. Так эти полтора, мало того, полтора рубля, во-первых, фактически не платятся уже несколько лет. Ну, полтора года, два. Но есть еще и существует там такой момент, что тогда давайте выходить на правительство сельского хозяйства в России и говорить как в Евросоюзе. В Евросоюзе вот эта дотационная политика, она отрегулирована. Во всех странах 28 Евросоюза дотация на литр молока, она существует, она известна, 56%. Но платят ее, например, в Латвии латвийское правительство, в Бельгии бельгийское, в Германии германское, и она норма, потому что если дотация будет превышать в одном регионе, а немцы могут дать большую дотацию, то немецкое молоко, условно говоря, пусть даже при сильных затратах оно хлынет, там задавит латвийское, эстонское, польское молоко. Это чья задача? Как это можно решить? Такой вопрос в России. Это задача министра. Ведь мы страдаем. Кировская область, значит, это задача министра сельского хозяйства Кировской области. Ведь у нас есть еще комитеты по сельскому хозяйству, областном законодательном собрании. Я это понимаю. Но инициировать должен тот, кто владеет цифрами. К сожалению, депутатский корпус часто... Ведь мы... Все думают, что мы получаем зарплату. Для нас это общественная работа. Для меня это общественная работа. Я трачу свое собственное время. Значит, там депутаты ОЗС, особенно представителей колхозов там очень много. Мы не видим все цифры. Цифра должна... Вот одним человеком, это министр сельского хозяйства, он должен анализировать и в виде продукта озвучивать и предлагать какие-то решения. А сегодня это вообще не делается. Понимаете? Нет никакой мысли. Мысль даже не звучит. Прервемся на две минуты, оформим свои мысли и снова выйдем в эфир. Особое мнение на 101FM. Кто не контролировал. Продолжение программы «Особое мнение». «Особое мнение» сейчас в эфире. У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Ну вот у нас тут обсуждалось, какие вопросы в оставшееся время мы можем озвучить и на сей счет просуждать. Но Владимир Вениаминович предложил обсудить предложение господина Пантелеева, который имеет отношение к биохимзаводу и который заявил, что тарифы на тепло в Кировской области могут быть в 10 раз ниже. Я оставлю это на послегородские новости, потому что у меня большие сомнения, что мы здесь даже за 10 минут сможем толком это обсудить. Но тем не менее. А пока мне хотелось бы все-таки вернуться к заседанию Городской думы, которое прошло на прошлой неделе. И это было первое заседание для господина Шульгина, который теперь возглавляет администрацию города Кирова. Илья Шульгин достаточно, если не громко, то ярко высказывался по поводу того, что обсуждалось. То есть вот говорит сам Шульгин не громко, но очень четко. Особенно если ты читаешь его текст, ты понимаешь, что человек жестко достаточно стелет. Правда же? Он не пытался смягчать углы, что называется. В частности, он высказывался и по предложениям по приватизации муниципального жилья, и по как раз социальной роли строителей, по которым он так проехался, сказав, что не несут социальной нагрузки, в то время как в Казани, например, 20-30% жилья и иных площадей отводятся застройщиками под муниципальные нужды. У нас эта цифра близка к нулю. Ну вот, во-первых, он говорил не жестко, тихо, да, он тихо, правильно, но он говорил конкретно. Жесткость мы оценим в конкретности. Он заместитель бывшего крупного завода директора по технической части. Человек технический, грамотный. Вот я пример привожу, что нам нужны люди на таких постах, которые с хозяйственным опытом. Они хозяйственники, они привыкли не говорить, направление определять, а конкретно добиваться результата. И поэтому их речи, они конкретны. Раз, два, три. Все. Первый вопрос. Второй вопрос. Вот то, что он говорил, почему в Татарстане при одинаковом законодательстве, оно одинаково в сфере жилищного развития, оно одинаково было. Но почему в Татарстане сумели добиться, хотя те же законы, а у нас нет? Потому что у нас не было политической воли, политики тезисная, которую мы бы могли выразить, пусть она может быть напрямую из законодательства застройщиков не обязывает. Ребята, выстроите отношения. Какой застройщик будет грамотный против власти, если она разумная, справедливая, некоррупционная? Если она некоррупционная, она тебе не подыгрывает. Например, играть против. То есть мы в союзе, ребята, мы вам предоставляем возможность застраиваться, цена такая-то, но вы планируете и за свой счет, как в Татарстане. Детские сады, школы. Мало того, там даже, знаете, в Татарстане вот такая вещь. Ты построил дом, тебе сразу нагрузка. Продуктовый магазин, спортивный, то есть и какой-то медицинский. И, например, там положен, например, на такой-то дом, там 100 метров спортзал. Власть даже не интересует. И если сам застройщик не организует, например, находит арендатора или просто продает какой-то сети, которая открывает здесь спортивный зал фитнеса. То же самое там детское дошкольное образование, там изобразительная студия, там хореографическая, музыкальная, языковая. Все то же самое в этом доме на первом этаже. Сам застройщик об этом заботится. Иначе он не выполнит план застройки. То есть к нему могут быть какие-то там санкции или еще что-то применены. Почему при этом нам всегда, вот наша власть, наши первые лица говорили, мы не можем заставить бизнес. Да потому что они срослись со многими и были в финансово заинтересованных отношениях. Понимаете? Коррупционные взаимоотношения вы описываете. Конечно. А в некоторых случаях просто некомпетенция. Ну вот когда военный начинает, ну вот у него же другие мысли, он привык разрушать, понимаете. Вы сейчас Владимир Васильевич опять имеете в виду? Ну у нас, кстати, не только военный. Не соскучились по нему еще в Думе, нет? У нас директор, конечно, скучает. Кировской. Вы тут, кстати, знаете, представляете, меня поздравили с днем рождения. Вот двое человек, которые вот были дома. Неожиданно. Неожиданно, при том в письменном виде. Это вот поздравил Василий Купрянович Сураев, за что ему спасибо. И Владимир Васильевич Быков, за что ему тоже спасибо. Приятно. То есть это к вопросам, что у нас с Владимиром Васильевичем там чуть ли не война идет. Смотрите, какая история, Владимир Вениаминович. Все-таки говоря, там цитируя Шульгина, вы, я так понимаю, соглашаетесь, что действительно строительный бизнес не несет никакой социальной нагрузки. Конечно. Говорит еще Шульгин, что зато у нас в городе самая дешевая недвижимость. Никому не нужная, говорит он. Да, состройщикам стоит задуматься, стоит ли дальше строить различные озерки и так далее, где вообще ничего нет, кроме дорожек вдоль дорог и все. В то же время, вступая в свою должность, Илья Вячеславович говорил, что территория Квату будет отдана под жилую застройку. Правда, после этой фразы как-то развитие ничего там не получило, но тем не менее эти слова были сказаны. И как вы относитесь к жилой застройке как раз территории Квату, учитывая, что, насколько мы помним, на оси между улицей Московской и Лепсе от Октябрьского проспекта до Производственной, что-то не было видно, что строились какие-то социальные инфраструктурные объекты, там детские садики и школы, а вот дома-то там все выше и выше. Ну, во-первых, вот мы тут на последнем заседании Думы к этому вопросу вернули, что, знаете, вот часто из контекста у какого-то выступающего берется фразы и озвучивается. Вот, например, про 500 миллионов по центральному рынку с Еленой, выселенной мы. Но это такой резонанс большой. Она, на самом деле, она просто спросила Татьяну Анатольевну Поломских, а за сколько вы считаете, можно продать? Она сказала 500 миллионов, и это не Елена Васильевна сказала. Поэтому тут то же самое. Там в районе Квату, вот я подразделяю, я знаю, там 4 участка земли. Вот какой имел в виду Илья Вячеславович или та земля, которая частная, и там застраивают одна из строительных компаний? Это вы сейчас КССК имеете в виду? Да, да, да. Вот в ту сторону. А на частная, на кому принадлежит эта частная земля? Ну, там на физлицах. На разных физлицах. Да, 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 закрытых. Вот, а вот, или он имел в виду та, которая была в Министерстве обороны, и сейчас передали Прительство области. Вот о чем речь в этом, в данном случае. Поэтому надо еще раз уточниться у Ильи Вячеславовича, и тогда получить полный ответ. Я из выступления Ильи Вячеславовича как раз услышал, что вот он против этой бездумной, точной. Он же сказал, я против точной застройки. Зачем? Жилья сегодня достаточно. А вот то, что у нас социальную инфраструктуру мы провалили, за что отвечает власть. Я помню там Владыкин, Быков Владимир Васильевич, Владимир Валерий Николаевич, Перескоков, Драный Дмитрий Николаевич. Да, отчитывали, сколько построить жилья. Я им всегда говорил, ребята, так не мы строим, частники строят. Власть городская отвечает за социальную инфраструктуру. А вы знаете, у них как бы вот вообще проблема нашей власти, что люди приходят не готовые управлять именно городом. Некомпетентные. А тоже все наши, между прочим, не варяги вообще. Погодите, нет, Быков варяг, Владыкин варяг. Да вы что? Конечно, они родились не здесь. Ну, погодите, вот родиться и жить, это разные вещи. Может, не тогда встать и выйти с этой радиостанции, раз я не здесь родилась. Нет, я как раз не сторонник, просто есть определенная система. Владимир Валерий Николаевич, вот так далеко зайдем, на самом деле. Вот, и поэтому как раз люди, вот Александр Викторович Перескоков, связано было большие надежды к ним. ну, и он многие вещи как бы внес управленческие однозначно, укрепилась администрация города, но ему не хватило то, что он последние много там, 10-15 лет работал в кабинете. Да, давайте мы все-таки к современности. Давайте я все время вас на каждой нашей программе призываю смотреть здесь и сейчас, и вперед, а не назад. А вы очень любите оглядываться назад. Погодите, вы же знаете историю. Подождите, пришел Шульнин, я о нем сейчас хотела сказать. И еще немножко о Елене Васильевне Ковалевой, если успею. Давайте. Какое впечатление на вас Илья Вячеславович произвел? Ну, во-первых, однозначно человек, во-первых, светлого, раз. То есть для меня это тоже важный момент. Светлого? Светлый, да. Энергетический? Да, да, это очень важно. Кстати, вот Елена Васильевна, Рябов Алексей Николаевич и Востриков Александр Владимирович, вы знаете, они все трое впервые, они светлые люди, понимаете, вот с совестью видно, что вот эта совесть, ну так перефразирую, совесть, она у них есть, это уже хорошо. То есть главы города у нас с совестью? Аппарат главы города и два зама, да, Елена Васильевна, однозначно у них она есть. Это уже обнадеживая, то есть это чтобы там людей в этом возрасте как бы на что-то, вот возможно, такая некомпетенция по незнанию. Илья Вячеславович однозначно тоже светлый человек и что меня в нем подкупило, он хозяйственник. Вот я это услышал в его словах, то есть дайте мне послушать человека, я скажу, на что он способен. Он конкретика, он хозяйственник, поэтому он будет решать вопросы. Но теперь самый важный вопрос. Город это коллективное управление. Какую форму он выберет, я бы, знаете, вообще хотелось бы сказать мое понимание, как вот Игорь Владимирович Васильев определил, наведение элементарного порядка в правительстве области, и я полностью его поддерживаю, хотя это, может быть, позиция выбрала какой-то хаос в управлении вот этот год в правительстве области, но, по крайней мере, убрали всех некомпетентных людей. Вот большинство министров, вот оно просто не соответствовало во многих случаях просто не соответствовало уровню или этой отрасли конкретной. К Шульгину возвращаемся. К Шульгину возвращаемся. Вот его задача теперь, кого он, я думаю, и со старым составом администрации города, я бы поменял всех бы замов. Вот если там не было какое-то там, может быть, год-полгода назад другое мнение, по одному, по двум еще человекам, сегодня я понимаю, что мы все носители какой-то, понимаете, какой-то энергетики, какой-то программы старой. Их нужно поменять, зама всех. Среднее звено можно оставлять, те, которые исполнители. А вот замы бы поменять и двигаться. Но хочу Илья Вячеславовичу сказать, что он не стал бы ставить ставку на опять же на варягов. Там кого-то с Татарстана, может быть, с Московской области. Потому что это, знаете, что вызывает? Они, вот когда человеческие компетенции, они основаны на коммуникациях. И человек, не зная местных людей, начинает проще ему выстроить, как бы притащить проверенных я думала, что человеческие компетенции, если ты чиновник и руководишь каким-то хозяйством, не столько на коммуникациях основанных, сколько на знании предмета, а уж потом на коммуникации. Я имею в виду на коммуникации тех людей, которые работали раньше. А то у нас коммуницировать, и все за чашкой чая хорошо умеют, Владимир Вениаминович. Погодите, говорят в большинстве не о чем. Не о чем. А нужно говорить предметно. И у нас в Кирове таких людей, я готов Илье Вячеславович, пусть открытое как предложение. Я тоже готов с 5-6-7 человек, притом они в последние годы работали там, не вся на первых как бы, ну как бы, не на первых ролях, но они вторые, третьи, они прекрасные исполнители. И они исполнители, они не политики. То есть Шульгину нужно полностью поменять всех замок? Я считаю, что да. Это мое мнение. И это должны быть местные люди. Да. И вот я бы такой же девизал на ведение элементарного порядка в горы. Он сегодня об этом сказал. И мы сталкиваемся с проблемой, мы не можем найти а кто отвечает за это. У нас осталась одна минута и хотелось бы несколько слов о Елене Васильевне Ковалевой. Вот буквально в нескольких фразах. Елена Васильевна, как вам работает вместе в Думе сейчас? Ну, мы с ней уже, у нас несколько было столкновений таких, но они, я считаю, что профессиональные. Однозначно светлый человек. Я тоже рад, что у нас глава города женщина. Второй момент и третий момент. Единственное, чего бы хотелось пожелать, ей не хватает откровенной компетенции. Вот, в принципе, всему составу Думы вот не хватает того понимания, чем она занимается. Она всю жизнь занималась финансами. Это именно создание политики. То есть, вот, я предложил создать программу, что мы будем делать на год и на пять лет. Тезисно. На каких, по крайней мере, направлениях мы должны сконцентрироваться. То есть, на первом месте у нас это, на втором это, на третьем это, на четвертом это, на пятом это. Тезисную программу. Иначе мы опять начинаем скакать из одного во второе, в третье, в четвертое. И мы уже начинаем какие-то принимать решения микро-хаотичные. Она хорошо разбирается в финансах, она хозяйственник, в общем-то, но здесь вы считаете, что не хозяйственник. Она чиновник, она была министром финансов, она знает структуру финансов. Ну, нужно больше, Лене Васильевне, вникать. А вот эта статья, а куда денежки-то пошли? Ну, так вот, мне кажется, с этим-то она разберется как финансист. А вот мы видим уже, что... Не разбирается? Нет. По крайней мере, не хватило времени. Погодите, этого мало. Я вообще считаю, чтобы главой города стать, нужно до этого поработать замом главы города пять лет. Где? В этой же, понимаете? Конечно. А потом на второй срок? Ну, наверное, да. В идеале. Поэтому человек, который не знаком с думской работой, вот изначально, ну, это сложно, понимаете? Да. Все, завершилось время нашей программы. Благодарю вас за это особое мнение. Владимир Журавлев был в нашей студии. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Особое мнение на 101FM